Памятник Памятник Памятника Памятник 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 Памятника Я был человеком, который взял нас и привел в Вселенскую Православную Церковь. Хотя мы являемся, скажем, Российское Церковь, Московский Патриархат, мы являемся частью Вселенской Соборной Апостольской Церкви. Челябинский храм в честь святого князя Владимира был построен и освящен в 2000 году. Небольшая двухэтажная церковь на окраине города имеет уникальные святыни. Здесь хранятся подлинные вещи праведного Иоанна Кронштадтского. Это скуфейка, специальный головной убор священника и одна варежка. Также в нижнем храме расположен баптистерий для крещения с полным погружением. Я думаю, тоже эхо этого князя Владимира. Что такое крещение? Таинство, которое участь граждается от этой дыху. Он должен умереть и родиться. Где он рождается? Из воды. Поэтому здесь тоже самое. Очень важно, чтобы человек вошел в купель, полностью погрузился троекратно во имя Отца Сына Сына и Духа. И вышел уже обновленно освященный. На праздник крещения Руси в храме святого князя Владимира провели водосвятный молебен. Каждый смог взять себе домой освященной воды. После божественной литургии верующие во главе с настоятелем Свято-Владимирской Церкви совершили крестный ход вокруг храма. Юная воспитанница воскресной школы Оля Киселева специально к празднику приготовила для храма подарок. Владимирскую икону Божией Матери девочка вместе со своей мамой больше месяца вышивала бисером. Это мы подарили к дару храму в честь праздника святого Владимира. Мы с мамой ее сами вышивали, а потом отдали багет на мастерскую и сделали вот такую рамку. Спасибо. Спасибо. Знаменательная дата крещения Руси – 1025-летие – ознаменовалась в этом году праздниками, посвященными этому великому событию. Однако, прежде чем начать рассказ о нем и дать ему какую-то оценку и историческую, и духовную, хотелось бы вспомнить, что это было не первое крещение Руси. Если быть подлинными патриотами и любителями своей национальной истории, то как здесь не придет на память крещение святой равноапостольной княгини Ольги, которая первая из русских князей-правителей приняла православное христианство. Это была эпоха особенная – становление европейских государств, которые впоследствии превратились либо в могущественные державы, либо, увы, стали теми образованиями, которые на протяжении многих лет были предметами споров и противоречий между другими государствами. Сегодня критики, которые говорят, что Русь тогда выбрала неправильный путь, путь византийского христианства, путь, который привел Россию к сверхдержаве среди прочих христианских стран и народов, забывают о том, что именно такой игрушкой могла бы стать святая православная Русь, не озарись она светом евангельского просвещения, и не была бы она просвещена усилиями киевских князей, святой равноапостольной Ольги и ее внука, святого равноапостольного князя Владимира. Кто, как не Византийская империя, могла быть в те времена претензией на гегемон во всем христианском мире? Европа находилась в состоянии, которое можно, наверное, назвать историческим детством. Державы только переживали свое становление. Не была еще разделена церковь, Еще не грянула великая эсхизма, и Запад не отпал от Востока. Все еще только начиналось, это была заря христианского величия многих европейских государств. Поэтому выбор Владимира Святого был совершен абсолютно осознанно. Здесь не было какой-то спонтанности, которую зачастую можно углядеть, если смотреть только на легендарные, а не на исторические источники. Ну что ж, песни, былины, предания, сказания – все это замечательно. Но надо сказать, что и они, оценивая по-разному время и место событий, Владимира единодушно величают великим и святым князем. Что же, если бы человек заслужил только неблагодарность у своих потомков, можно было бы усомниться в подлинности его исторического вклада в развитие Киевской державы? Разве бы так помнили его народные предания и былины? Однако подвиг Владимира Святого, подвиг гражданский как правителя, князя Киевской державы, которого митрополит Иларион, первый русский митрополит, составивший слово о законе и благодати, назвал великим правителем, нисколько при этом не злоупотребляя метафоричностью, но наоборот подчеркивая ту народную память, которую о Владимире Святом хранили в народе русском. Великий правитель Владимир, крещающий Русь на берегах Днепра, в Днепровских водах, это не просто образ, это символ Великой Руси. Киев – мать городов русских, всегда и на все времена. Как бы ни пытались политики прошлого и нынешнего спекулировать, играя этими понятиями, но для настоящего русского и православного человека, для настоящего патриота, мы единый народ, мы русский народ. Мы были таковым народом на протяжении всей истории, сколько шли вместе рука об руку. И сам подвиг крещения Руси, разве это был один день? Нет. Это были десятилетия, которые были потрачены для того, чтобы не только привить народу, как сказал один из русских историков Соловьев, не только привить народу замечательную культуру, не только образцами, высокими шедеврами искусства, изобразительного, архитектурного, певческого, книжного, просветить эту огромную, непредставимую по меркам тогдашней Европы территорию Древней Руси. Но это еще и небывалый взлет, небывалый подъем духа. Русская земля стала плодоносить сразу же. Она сразу же старицей воздала своим учителям, потому что до того, как просиял свет Христовой веры на Киевских горах и на далеком Ильмень озере Новгорода были святые равноапостольные Мефодий и Кирилл, были подвиги миссионеров, сербов, болгар, которые несли ту же языковую культуру и несли свет Евангелия по всем концам славянской земли. Ольгу называли королевой русов. Достойное название для правителя. Сегодняшние критики пытаются представить Киевское княжество в самом таком неблаговидном и неблагоприятном свете, подчеркивая подвиги язычника Святослава и умоляя заслуги его матери. Однако хочу сказать, что никакие рыцарские подвиги, никакие боевые походы и военные противостояния никогда не отличали по-настоящему государя от просто полководца. Ведь обязанность правителя собирать землю, охранять ее, заботиться о народе, о его благе и, самое главное, помышлять о будущем. Ольга позаботилась о будущем. Она воспитала внука Владимира, отвергнутого и нелюбимого отцом, но вместе с бабкой он становится одним из величайших фигур русской истории. Пожалуй, несравнимых ни с кем из тогдашних провизелей, ни собирателей Священной Римской империи, Королевства Франков и других государств, вряд ли они могут встать рядом с этими великими людьми того далекого времени. Просто потому, что делом Ольги и Владимира было созидание державы, было собирание Руси. Беспрецедентные владения Руси Киевской начинались от Карпата и заканчивались далеко за Муромом. Таким размахом державы не обладал никто из тогдашних европейских правителей, разве что только византийский император. Наверное, Владимир был и равен византийскому императору, потому что греки воспринимали русских не как данников или не как подданных своих, они воспринимали их как друзей и соседей. И самое главное, что даже языковой барьер не разделил два этих великих народа. Русь впитала в себя высокую культуру Византийской империи, которая к этому времени была еще и культурой выстраданной. Сегодня свет Христовой веры сияет над православной Русью. Не только над Киевской землей, не только над великим московским государством, которое собрало и сплотило вокруг себя великую Россию. Москва была достойной наследницей славы предков. Сегодня от Камчатки до западных границ русская православная церковь, церковь-матерь, торжествует, празднуя день 1025-летия крещения Руси. Для нас это событие не померкнет никогда. Для нас слава и честь наших предков это не только прошлое, но настоящее и самое главное будущее нашей великой страны, которая не мыслится иначе, как Русь святая, Русь православная, Русь сонма святых мучеников, исповедников, благоверных князей, святителей, благочестивых царей, благоверных цариц, преподобных, праведных, тех, кто тысячу лет собирал святую Русь, укреплял и умножал ее. Храни же веру православную Святая Русская Земля.